Первым на эту сцену приглашается Сергей Иванов, инженер-математик, программист компьютерной графики и создатель проекта «Суровый технарь». Добрый день, меня зовут Сергей Иванов, и сегодня я вам расскажу немножко о живой природе. Человечество исследовало очень много живых видов, которые населяют нашу планету и распространены практически по всей Земле, и на километры ввысь, и на километры вглубь. Но есть один целый класс живых существ, которые полностью игнорируются нашим учебным процессом, ни в школе, ни в университете о них не рассказывают, и этот класс — это танки. Танки можно выделить по ряду внешних характерных признаков, которые, я думаю, всем вам хорошо известно. Но пройдемся по ним еще раз. Первый — это опорно-двигательный аппарат. Опорно-двигательный аппарат танков довольно-таки похож у всех представителей этого класса. Он состоит из двух таких придатков, которые быстро-быстро перемещаются и сообщают танку поступательную скорость. Но кажется, что они достаточно медленные, но нет. Несмотря на то, что придатки небольшие, а танк тяжелый, танки некоторые разгоняются до 70 км в час. Вторым, я бы сказал, очень важным признаком танков является очень мощный экзоскелет. Экзоскелет предназначен не только для того, чтобы держать тело танка в сборе, но и для того, чтобы защищать его от врагов. Самой мощной частью экзоскелета являются лобная доля и голова. Они защищены лучше всего. В то же время брюшко танка и его задний сегмент ослаблены, потому что танки обычно предпочитают встречать своих врагов лицом к лицу. И еще один признак — это очень ярко выраженный стрекательный орган или жала. С помощью вот этого жала танки конкурируют между собой, борются друг с другом и со своими врагами за территорию. Танки очень ревностно обороняют свою территорию и конкурируют за нее с другими видами. Все танки в мире делятся на два основных семейства. Первое — это восточноевропейское семейство. Это компактные агрессивные машины. Это компактные существа, которые действуют крупными стаями, агрессивно очень быстро размножаются. Они неприхотливы, они практически быстро завоевывают господство на тех территориях, где поселились. Вторым семейством является евроатлантическое. Они более индивидуальные и несколько более требовательные. У них низкий темп размножения, как правило, но есть исключения. И у них достаточно низкая способность к адаптации. Тем не менее, несмотря на то, что эти танковые семейства достаточно сильно отличаются друг от друга, у них у всех был общий предок, который был, собственно, атлантом. Этот атлант, поселившись практически по всему миру, он дал начало обоим семействам, и в итоге танки практически по всему миру расстелились. Как выглядит география вообще расстеления танков? Типичный восточноевропейский танк, он расстелен практически по всему земному шару. То есть можно посмотреть, что это почти вся Евразия, почти вся Африка и добрая часть такая Южной Америки. Посмотрим на расселение атлантов. Атланты расселены вот таким образом. Можно заметить, что практически нет никаких пересечений между их ареалами обитаний, потому что они активно вытесняют друг друга и конкурируют за кормовую базу. Не считая одной территории. Это Ближний Восток. Ближний Восток очень богат нефтью, там очень богатая кормовая база, и танки там, это естественная среда их обитания, и они там, танки разных семейств, соседствуют между собой и конкурируют за вот эту вот кормовую базу. Танки, конечно же, в природе являются одним из претендентов на вершину пищевой цепочки. Но у них, как и у всех живых существ, есть свои естественные враги. В первую очередь это разнообразные крылатые хищники. Танк, несмотря на то, что даже самые быстрые танки могут разгоняться до десятков километров в час, они не могут убежать от такого крылатого хищника, а их экзоскелет не приспособлен для того, чтобы защищаться от сильных атак сверху. И такие крылатые хищники, разумеется, они могли бы привести к вымиранию танков, если бы танки не могли выработать разные механизмы защиты. С помощью эволюции, разумеется. Защитные механизмы танков можно описать следующими двумя основными способами. Первый — это попытка маскироваться под всякие кустики для того, чтобы их не заметили. То есть почти как любое другое животное на Земле, они пытаются маскироваться, чтобы их не заметили. И есть еще способ вот этот красавец выбрасывать чернильное облако для того, чтобы оно скрыло его от глаз крылатого хищника. Ну, почти как осьминог. Разумеется, вот эта эволюция, она проходит не мгновенно. Она проходит впоследствии изменчивости. И рассмотрим механизмы изменчивости танков на примере вот этого замечательного красавца. Это тип бронированные квас-танки, отряд торсионные, восточноевропейское семейство, рот гомогенно-катанные, вид Ти-квадрогинта-кватор. Этот танк, он ничем особенно таким не примечателен, но он породил достаточно богатое потомство. То есть был исходный танк, вот это его потомок, это его потомок, еще один потомок, и еще один потомок, и еще один. Понятно, что это разные организмы, но видно их родственная связь. Практически полностью унаследован опорно-двигательный аппарат. Кто-то наследовал друг друга голову, кто-то наследовал стрекательный орган. Стрекательный орган мог немножко меняться, но тем не менее понятно, что это организмы одного и того же семейства и одного и того же, по сути, подвида. Конечно же, эволюция не только делает замечательные механизмы защиты, но и совершает определенные ошибки, в результате чего получаются достаточно странные или даже нежизнеспособные уродцы. То есть вот такие вот, например, и вот такое вот страшилище. Вот я почти уверен, в зале есть скептики, которые думают, что танки на самом деле это продукт человеческого разума. Посмотрите вот на это. Разумное существо не могло придумать таких богопротивных созданий. И, разумеется, только эволюция со свойственными ей ошибками. Разумеется, есть ключик эволюции — это отбор. И есть естественный отбор, который выражается в конкурентной борьбе или борьбе с хищниками. И есть отбор половой, который в короткосрочной перспективе гораздо сильнее. В чем это выражается в привычной живой природе? Например, в пышные павлиньи-хвосты, налитые кровью гребни, которые полностью бесполезны, кроме двух дней в году. У танков это выражалось в создании дополнительных стрекательных органов, дополнительных вот этих жал, которые очень красиво и эффектно смотрелись на разнообразных нерестах, парадах. То есть это все было замечательно, но как только в силу вступил естественный отбор, эти танки практически полностью вымерли и потомство уже не дали. Конечно, мы все люди рано или поздно в своей жизни сталкиваемся с танками. Но это неизбежно. Мы живем на одной территории и конкурируем за одну и ту же кормовую базу. И в наших интересах находится, чтобы мы эту встречу пережили хорошо. Для того, чтобы вдруг вы идете по улице, и вам навстречу едет танк. Надо понять, к какому семейству он относится. У всех танков восточноевропейского семейства есть один общий признак, по которому их можно однозначно определить. Это непонятно, рудимент или это атомизм, но у всех восточноевропейских танков есть бревна. То есть они почему-то таскают с собой бревна, непонятно зачем. Непонятно, зачем они их используют, но у всех восточноевропейских танков есть бревна, и по ним можно однозначно определить, что это наш родной. Если это наш родной танк, и на улице, например, месяц май, то все понятно. В мае все восточноевропейские танки выходят на нерест, они совершают миграцию, иметь территорию ближайшего города, и возвращаются на своя си. Все хорошо. Но вдруг это не восточноевропейский танк. Это значит, это танк, который пришел претендовать на вашу территорию. Он настроен агрессивно. Надо его как-то умиротворить. На этот случай у многих людей есть запас из полотнища, мучных изделий и поваренной соли. Вот эта вот странная комбинация, она каким-то образом умиротворяет агрессивный танк, и позволяет ему проехать дальше, а нам как бы жить спокойно. Неизвестно, почему это они так реагируют. Возможно, что-то из их далекого-далекого прошлого. Бесконтрольное размножение восточноевропейских танков несколько десятилетий назад привело к тому, что их кормовая база истощилась. И сотни, даже тысячи танков были вынуждены спать, впасть в спячку. И вот такие вот лежбища танчиков, они очень уязвимы там для браконьеров, поэтому правительство их охраняет, чтобы как бы их не истребили. И рано или поздно эти танчики, они могут проснуться, и если они захотят мигрировать, они могут мигрировать до самого Ла-Манша. Но есть альтернативный взгляд на все происходящее в мире с танками. Первый вопрос, который возникает в связи с танками, это их очень быстрая эволюция. Все вот эти эволюционные изменения, которые мы описали, произошли буквально за последние годы. Второе, это большое количество недостающих звеньев в эволюционной цепи. И третье, это очень ярко выраженный симбиоз между человеком и танком. Но симбиоз ли это? Последние исследования показывают, что танки на самом деле являются очень древним классом существ, которые населяли нашу планету в длиннейшие времена, а человек их нещадно эксплуатировал, проводил искусственный отбор и полностью изменил их природу. Мы поработили вот этих, в общем-то, невиданных изначально созданий. Обратимся к истории. Есть такие люди, которых называют викингами. Они плавали на кораблях с названием Дракар. На этих кораблях можно увидеть странные такие круглые наросты на борту. Зачем они нужды? Но если их перевернуть, становится понятно, что викинги использовали этот труп танка, который погиб на их территории для того, чтобы плавать на нем океан. Викинги произошли из Норвегии. Норвегия — это богатый нефтью регион, то есть естественная кормовая база для самых древних танков. Они там были, и они там умирали, и, разумеется, у них осталось много вот таких вот экзоскелетов. Обратимся к Древнему Египту. На Абидовских иероглифах были изображены естественные враги танков. Вертолет, самолет и противотанковый ракетный комплекс. Откуда египтяне могли знать о таких устройствах? Откуда они могли видеть эти вещи? Все потому, что они жили на Ближнем Востоке, в зоне, богатой нефтью, естественная зона обитания танков. Древние танки там резвились, и, разумеется, была видна их борьба с хищниками, которые пытались их съесть. Римляне первыми пытались подчинить танк своей силе, для того, чтобы этот танк завоевывал для них города. Вот это вот древний танк, который захватили римляне, для того, чтобы штурмовать стены городов своих врагов. Или еще один древний танк, который тоже пытались подчинить себе римляне. Но этот танк сильно отличается от тех танков, которые мы видим сейчас. Вот этот мамонт-танк, он был, по сути, он был травоядным, он был вегетарианцем, он не был агрессивным, но человек извратил его природу. Изначально благородное, мирное создание с помощью человека, ну, как понять, с помощью, с вредом человека превратилось в злое, агрессивное существо. И мы полностью изменили их природу. Мы сделали танки сильнее, мы сделали танки быстрее, мы сделали их крепче. Но самое страшное, мы сделали их умнее, и за это нам придется поплатиться. Человеческий вид, вообще говоря, человеческая цивилизация, это очень хрупкая материя. Один пролет планеты Нибиру или нападение Кайдзю, и наш мир просто рухнет. Вот такой вот постапокалипсис для нас абсолютно непригоден. Но танки здесь себя чувствуют вполне уютно. Это их практически естественная среда обитания. И, разумеется, танки приспособлены не только для жизни на Земле, но и для жизни на других планетах. Как известно, в 1969 году первый человек сделал шаг по Луне. Но всего спустя год на Луну высадился первый танк. Более того, на Марс мы до сих пор не высадились, но целых два танка сейчас там живут и спокойно себе работают, делают свои тайные дела. Почему мы об этом знаем? Потому что один из этих танков завел в себя аккаунт в Твиттере и пишет там о своих там злобных планах по завоеванию Красной планеты. У меня в связи с этим появляется только один вопрос. Как тебе такое, Иван Маск? И, конечно же, вот этот первый межпланетный вид, он, разумеется, это не человек, это именно танк. И нас при такой картине ждет только закат. Потому что человек сам по себе достаточно слаб, в то время как танк неприхотлив, умен и быстро размножается. Человек может стать еще одним вымершим млекопитающим. И это печально, но это неизбежная расплата за все те грехи, которые наш вид совершил над некоторыми благородными созданиями под названием танки. И, конечно же, когда танк станет доминирующим видом на планете, у нас останется несколько вариантов, как с этим жить. Для нашего вида есть следующие варианты. Первый — это служение танкам. Мы будем им поклоняться, замаливать свои грехи в надежде на то, что они в будущем оставят нас при себе как домашних животных. Ну, печальная, но, к сожалению, реалистичный сценарий. Второй вариант — это борьба. Но наше сопротивление только сделает их броню тверже. Поэтому не получится. Мы только усилим их и вызовем новый скачок к их эволюции. Но есть и третий вариант. Это гибриды. Но подобные гибриды не имеют никаких шансов на размножение. Это, к сожалению, печальная альтернатива для нашего вида. На этой минорной ноте я предлагаю закончить. К сожалению, даже вымирание человечества — это не такая уж и жестокая расплата за те грехи, которые мы совершили над некогда благородными и добрыми созданиями. Спасибо за внимание. Сергей Иванов, спасибо вам большое. Мне кажется, очень хороший доклад, очень хорошая гипотеза. Друзья, вопросы из зала. Сейчас мы включим свет. И вы можете задать Сергею свои вопросы по унаболевшим, о увиденном. Есть ли у нас вопросы? Уважаемые волонтеры, если есть, передавайте. Поднимайте просто руку, к вам подойдут волонтеры наши с микрофоном. Если они есть, давайте посмотрим. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. А как в текущую классификацию вписываются такие образцы, как царь-танк или британские танки типа Марк-1? В целом понятно, что это образцы, по сути, мутанты. Если говорить о царь-танк, царь-танк, он существовал в единственном экземпляре, был, скорее всего, просто уродцем. То есть, и вообще говоря, царь-танк был изобретен в России, а в России богатая нефтью кормовая база, при этом она расположена на незаселенной территории, в Сибири. И в Сибири еще есть шансы найти самые древние танки, которые были еще не осквернены присутствием человека. И вполне возможно, что вот этот царь-танк, это тот танк, который выбежал из этой Сибири и был пойман нашими учеными. Но, к сожалению, этот танк очень сильно отличался от танков, выведенных искусственно, то есть от танков, которые подверглись селекции и искусственному отбору, вот как вот этот Марк-1. То есть они имеют общих предков, но поскольку эволюция искусственная, она гораздо быстрее произошла, и признаки доминирующие там были другие, появились два таких очень непохожных образца в одно и то же время. Отличный вопрос. Я думаю, наш зритель понял все. Продолжим. Еще вопросы? Друзья, к Сергею. Да? Да, представляйтесь, пожалуйста, если можно. Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, меня интересует вопрос про половой деморфизм у танков. Вот если мы обратимся к научной литературе, вот в Википедии, например, там описано, как отличить самку от самца у танков Марк-1, а вот у других танков можем ли мы так вот просто отличить? Вот где самка, а где самец? Спасибо. Танки, надо отметить, несмотря на то, что, несмотря на кажущуюся агрессию, танки это матриархальные существа. То есть у них очень много, очень много вот этих самцов и, как правило, большое, малое количество вот таких маток. Маток, которые активно рожают новые танки. Эти матки, они могут занимать целый город. То есть они могут занимать целый город и они активно проводят симбиоз с людьми, в том числе с лучшими из людей, то есть инженерами, учеными. И для того, чтобы они, люди в данном случае, как рабочие муравьи, носят в матку вот эту вот в танковую матку детали, запчасти и появляются тем самым новые танки. Они рождаются сразу взрослыми. То есть получается, что единственная форма созревания у танка это созревание ее матки. То есть сначала формируется один орган у матки, так называемый цех, потом прорастает второй цех и потом формируется целый огромный покрытый трубами дымовыми вот такой комплекс. Один из этих комплексов в ходе своего развития собственно иродив, тот самый танк, который проехал по Уне. То есть у них и у танков, которые там тикадрагента, квантум имеют одного и того же родителя. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ну да, вы немножко углубляетесь сейчас в теорию. Уважаемый, Александр задал вопрос. Все ли ответили, правильно? Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Еще один-два вопроса, пожалуйста, представляйтесь только, а то мы вас не видим. Так вот Извините, можно? Да, конечно, представляйтесь. Меня зовут Андрей. Зарешите, немножко расширю тему предыдущего вопроса. Если мы рассмотрим танки такие, как, опять же, Марк-1, Марк-4, то у самцов имеется ярко выраженное увеличенное жало, так как у представителей женского полупулемета. Но так как это было давно, если мы посмотрим на танки в сегодняшнем состоянии, то почти каждый из них имеет как увеличенное основное орудие, то есть жало, так и пулеметы. Можно ли утверждать, что в отличие от человека и остальных животных, здесь идет процесс перехода от полового размножения танка к бесполому? А если мы посмотрим на спутники, ну не на спутники, на луноходы, так вообще данный эрудимент отсутствует. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну еще раз, танки размножаются благодаря, современные танки они появились благодаря тому, что мы их отбирали, мы выбирали танки, которые размножаются наиболее эффективным способом для нас, для людей, то есть и тем самым мы выработали механизмы искусственного отбора, который практически лишает смысла отбор половой. Все танки одного и того же вида, они практически идентичны и нет никакого, они практически клоуны друг друга, то есть эволюция происходит тем самым скачками и действительно есть переход именно к бесполовому размножению, но если у вас интересна эта тема, можно потом ее отдельно обсудить и не грузить этим других людей. Да, я думаю, да, будут отдельные темы про стрекательные элементы танка и, соответственно, пожалуйста. Есть ли еще вопрос? Давайте последний вопрос зададим Сергею, если... Вот есть, вот человек. Да, пожалуйста, представьтесь. Нет, 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 вам сейчас принесут микрофон, не волнуйтесь, мы тут все в принципе можем. Меня зовут Ярослав, я хотел бы немножечко отойти от биологии танков и просто спросить, коль они наши потенциальные поработители, почему мы сюда не пригласили ни один танк? Спасибо. Это на самом деле хороший вопрос. Я кидал в общем-то приглашение своим доверенным танкам, так скажем, но они все то, что я им рассказываю, им и так это известно. Они и так прекрасно понимают, что мы обречены. И от того, я бы мог сыграть тут, что вот секретность, чтобы только люди знали, что такая готовность. Они все прекрасно понимают. Они умнее нас, они лучше нас. И, конечно же, нас ждет при такой картине мира печальный итог в виде вымирания. К тому же у нас была регистрация и фейс-контроль внизу. Очень трудно с помощью вот этих придатков набирать как бы на клавиатуре. То есть базовые интерфейсы, базовые органы чувств танков они не сильно поддерживают. То есть они пока еще не все танки обладили, например, способностью подключаться к Wi-Fi. Но уже некоторые умеют. Ну что ж, давайте аплодируем первому нашему спикеру. Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо за хороший доклад. Это был Сергей Иванов, инженер-математик, между прочим, и создатель проекта «Суровый технарь». «Суровый технарь» «Суровый технарь»